Повествуется о том, как подошел кто-то к Господу и обратился к Нему, Учителю Благии, что мне сделать доброго, чтобы наследовать жизнь вечную. Господь ему ответил, что ты называешь меня благим. Почему ты называешь меня благим? Никто не благ, только один Господь. И говорит ему тогда, если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповедь. И юноша спрашивает, какие? Господь ему перечисляет те самые десять заповедей, диколог, которые были даны на горе Синай. «Не убей, не укради, не лжесвидетельствуй, не прелюбодействуй, чти отца твоего и матерь твою». И тогда этот юноша отвечает, что все эти заповеди я соблю от чрева матери моей. Тогда говорит ему Господь, если хочешь быть совершенным, иди продай имение свое. А этот юноша был богат. «И раздай нищим, и следуй за мной, и будешь иметь сокровища на небесах». И после этого юноша отошел, опечалившись. Тогда ученики приступили ко Господу, и он им сказал, «Истинно вам говорю, что трудно богатому войти в Царство Небесное. Легче верблюду пройти сквозь иглиное ухо, чем богатому войти в Царство Небесное». И тогда ученики, удивившись, сказали, «Кто же тогда может спастись?» И Господь ответил, «Невозможное человеком, возможно, Богом». Удивляет в этом Евангелии то, что Господь как будто бы отказывается от своей божественности. Когда ему говорят, учитель благие, он говорит, «Никто не благ, только один Бог». И некоторые нехристианские конфессии, даже некоторые псевдохристианские говорят, что вот видите, тут сам Иисус говорит, что он не Бог. И вот что еще, какое еще нужно свидетельство. Но Господь не говорит, что он не Бог. Он говорит, почему ты называешь меня благим? То есть этот юноша, стоя перед воплотившимся Богом, просто его не видит. Он не видит и не слышит его. И поэтому Господь ему говорит, что не называй меня, потому что ты не видишь меня. И этот юноша богатый, когда ему Господь начинает перечислять заповеди, данные на Синаи, точнее, он спрашивает, какие заповеди я должен соблюсти, чтобы унаследовать жизнь вечную. Ему Господь говорит, какие он, а эти, а эти что, эти я от чрева матери соблюдаю. То есть для фарисея, а по всему видно, что юноша этот был, из этой среды, из фарисейской, из законической, изучающей закон с пяти лет, и знающий все заповеди. Для него то, что сказал Господь, это такая начальная школа воскреса. А, какие вот эти, да? Ну, это разве заповеди? Потому что фарисеи находили все новые и новые, выискивали заповеди, мелкие, которые, соблюдая человек, становятся совершенным праведником. Мы это видим в Евангелии, где фарисеи молятся в храме и, говоря Богу, какой он молодец, что он одесятствует с тмина и мяты, что он двукраты постится. Это все то, что не было заповедано на прямую закон. Пост был у евреев один раз в неделю, один день в неделю, а он дважды фарисеет. Одесятствовать нужно было только с того, к чему прилагались руки человечества, что требовало трудов человеческих. Пшеница, вино, елей. Да, с этого одесятства. Но фарисеи говорили, если хочешь быть воистину праведником, надо одесятствовать даже с того, что твои руки, к чему твои руки не прикасались. Мята, она растет, это сорняк. Да, из нее надо дать Богу, чтобы быть совершенным праведом. И вот эта совершенная праведность, эта система, созданная фарисеями, правил предписаний, она привела к тому, что из этой системы буквально выпал сам Господь Бог. Сначала выпал человек, и добродетели, связанные с человеком, стали нужны лишь только для того, чтобы повысить уровень своей праведности. Не сам человек нужен был, а нужно было его присутствие, чтобы сотворить некую добродетель и оправдаться, и возвыситься еще выше и в своих, и в чужих глазах. И думали, что и в глазах Божьих. Но сначала человек, а потом и сам Господь Бог оказался лишним в этой системе фарисейства и законничества. Он оказался не нужен. Оказалось, нужна только сама вот эта праведность, законничество, исполнение, следование слепой букве закона оказалась нужным. А Бог не так уж он и нужен в этой системе. И стоящий перед Господом и стоящий перед Господом юноша это продукт этой системы. Это результат вот этой законнической жизни, что человек ищет только личной праведности, выискивая еще новые и новые заповеди, которые нужно исполнить, чтобы еще больше облещись в эту праведность. И в этом сиянии праведности, а на самом деле Господь называл это уже тьмой, говоря, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Оно ослепило все. И Бог стал не нужен. И стоя перед Богом, перед лицом воплотившегося в Бога, этот юноша его не видит, потому что он ему не нужен. Никогда не был нужен. И сейчас не нужен. Но нужно еще какую-нибудь заповедь исполнить, чтобы уж наверняка, чтобы уж сто процентов быть достойным войти в Царство Небесное. То же самое в свое время совершил Каин, когда принес должное от дел своих и ожидал, точнее уж даже не ожидал, он требовал от Бога воздаяние за его труды. Он делал все как надо, все правильно. Он был земледельцем и принес от плодов своих на жертвенник Богу. Почему же Господь не принял его жертву? Да по той же самой причине. По той причине, что Бог Каину был не нужен. Ему нужно было самоутверждение, что он все сделал правильно, правильно. И он, Бог обязан ему воздать за то, что он такой молодец. А Богу такое не надо. И он не принимает этой жертвы. Не потому, что он злой Бог, а потому, что это не жертва. Потому, что это не может быть жертвой. То же самое фарисейство пришло к такому же результату. Пришло к тому, что Бог оказался ненужным. Мессия, которого так ждали, долго придя, оказался ненужным никому. И не только ненужным, но и опасным. Потому, что каждый раз, когда он что-то говорил, дела этих самых законников и фарисеев обличались светом. И они чувствовали опасность. И поэтому приняли единственное верное решение для себя. Надо уничтожить эту опасность. надо ее искоренить, чтобы не было больше никаких претензий к ним, к их учению, к их правильному исполнению заповедей. Сегодня, дорогие братья и сестры, эта опасность фарисейской закваски, она существует, никуда она не делась. И она не может не существовать. потому что человек находится всегда между выбором добра и зла. Всегда находится между тем, протянуть ли руку Богу или дьяволу. И сегодня эта Евангелие для нас актуальна, богатства что и мы должны искать прежде всего Бога, богатства этого, а все остальное, все остальное, все остальные правила и предписания, да они могут быть, но нельзя их ставить во главу угла, потому что как только мы их поставим во главу угла, так Бога там во главе не станет больше, а должен стоять Господь. Господь превыше и прежде всего. Все остальное не то, чтобы оно не нужно, оно нужно, но не должно занимать его место. Сердце человеческое для Бога. Человек это храм Божий, храм Духа Святого, этого мы не должны с вами, дорогие братья и сестры, забывать, и чтобы этот свет Христов никогда не был объят тьмой. С праздником вас, с воскресным днем! господь, 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 Субтитры создавал DimaTorzok